Андрей Ким, Григорий Михайлов. Имбирь, древний лекарь. Новые возможности и рецепты. Восточная легенда о чудо-лекарстве, сильнее которого нет ничего на свете. Давным-давно, когда сказки были былью, а боги ходили по тем же дорогам, что и люди, в одном селе жили юноша и девушка. Она была прекрасней утренней зари. Нежние лепестка розы, белее лилии. Он был храбрее льва, ловчее горного барса и прозорливей орла. Встретились они и полюбили друг друга. Каждую минуту влюбленные хотели быть рядом, но только ночью девушка могла тайком покинуть свой дом. И вот однажды, когда гуляли они при полной луне, холодный ночной ветер увидел их и позавидовал их счастью и красоте. Налетел он, желая разлучить влюбленных, но не смог, и тогда унесся, проклиная влюбленных. И с той минуты, когда завывание ветра утихли вдали, сердце девушки стало словно кусок льда, а глаза точно два драгоценных камня неописуемой красоты, но холодные и неживые. Сама прекрасная девушка стала таять на глазах, с каждым днем покидала ее жизнь, уступая место холоду и мраку. Никто в округе не знал, как помочь красавице. И тогда ее жених немедля отправился в путь, чтобы в далеких краях раздобыть лекарства, которые могло бы спасти его возлюбленную. Он шел целый год, с весны до весны, прошел сорок дорог, но ни одна живая душа из тех, кто встретился ему на пути, не знала средства от такой странной болезни. С пустыми руками пришлось вернуться ему в родные края. Но на следующую весну он снова отправился в путь. На сей раз юноша ходил три года, много повидал, многих встречал мудрецов, но те только руками разводили. Про лекарства для его возлюбленной все только слышали, но никто не знал, как найти дорогу в далекую страну на востоке, где оно, по слухам, могло отыскаться. И снова вернулся влюбленный юноша с пустыми руками. А возлюбленная ждала его, но силы таяли с каждым днем. Холод сковал ее, и не могла она больше улыбаться и радоваться, плакать и грустить. И в третий раз отправился ее жених в дорогу. Он шел очень долго, устал, присел под дерево отдохнуть. Вдруг воздух перед ним заколыхался, и появился огромный дев. Юноша сначала испугался, потому что всем известно, что обычно от девов не стоит ждать ничего хорошего. Юноша вытращил глаза и не мог молвить ни единого слова. Но деву слова, конечно, не были нужны. Он все понял и так. «Давно уже наблюдаю я за тобой, потому что был послан чинить тебе всяческие препятствия в дороге. Но ты удивил меня своим упорством и силой любви, которая ведет тебя», — сказал Дев. «А потому в моих силах наградить тебя. Я укажу тебе дорогу туда, где можно раздобыть то, что ты давно ищешь. Только путь станет для тебя еще одним испытанием. Ты пройдешь еще сто длинных дорог и сто коротких. На последней дороге ты пройдешь восемь перекрестков. А на девятом встретит тебя болотная птица Абу. Она отнесет тебя на восход солнца, и там ты увидишь астролистый цветок. Будь осторожен, потому что его охраняют страшные чудовища. Они много веков хранят тайну волшебного лекарства. Не обольщайся красотой цветков, ибо истинная красота и сила его скрыта от людских глаз. Он берет силу из Праматери-Земли и туда же отдает свой волшебный огонь. Будь осторожен с его корнями, потому что именно они помогут тебе отогреть сердце твоей возлюбленной. Возьми их с собой и приготовь отвар, который наполнит ее тело и душу живительной силой. Все в точности исполнил упорный и храбрый юноша. В конце долгого и сложного пути он был вознагражден и помог своей возлюбленной. А люди еще долго слагали о нем легенды, и были благодарны ему за то, что удалось с помощью чудо-корня спасти многих его соотечественников от разных напастей и недугов. Люди научились выращивать драгоценный золотой огненный корень, и по сей день он помогает людям. Имбирь. Что за чудо-растение? Человечество всегда мечтало о чудо-порошке, чудо-таблетке, чудо-лекарстве, которое излечивало бы от всех болезней. Но человек пока не смог создать такое лекарство, а вот природа создала, и это, имбирь. Большинство сталкивалось с имбирем в кулинарии и уверены, что он не более чем экзотически, специя, добавка. Но это не так. Многие-многие столетия имбирь славится своими уникальными целебными свойствами. Он широко применяется в народной медицине, но давно признан и официальный. Корень имбиря – настоящий кладезь полезных микроэлементов и кислот, концентрация которых выше, чем в других целебных растениях, и может конкурировать даже с корнем жизни – женьшенем. Чтобы перечислить количество болезней, от которых избавляет имбирь, потребуется не одна страница. Он улучшает пищеварение, лечит большинство кожных и аллергических заболеваний, восстанавливает иммунитет, повышает психическую стойкость в стрессовых ситуациях, избавляет от головной боли, тошноты и морской болезни. Многовековые исследования доказали, что он снимает ощущение тошноты у беременных женщин, не вызывая при этом побочных эффектов, опасных для здоровья будущего ребенка. Имбирный чай восстанавливает силы, лечит простуду, заболевания щитовидной железы, эффективен в профилактике рака. Это также эффективный моколитик, антикатаральное средство, которое выводит мокроту при заболеваниях дыхательных путей. Кожица имбиря обладает мочегонным эффектом и стимулирует выделение слюны. Имбирь помогает при менструальных болях, снимает судороги, способствует послеродовому восстановлению организма, действует как средство общего очищения крови. Это отличный природный антибиотик и противомикробное средство. Имбирь оказывает согревающее и патагонное воздействие. Зимой перед выходом на улицу можно насыпать имбирь в носки и перчатки, тогда ноги и руки будут теплыми в течение продолжительного времени. При ушибах, чтобы не было синяка, поможет примочка с имбирем. Массаж с имбирным маслом помогает при ревматизме и артрите. Имбирь применяют и в косметологии, используя его как природный антиоксидант и антисептик. И это еще не все. Известно, что аромат имбирного масла мобилизует внутренние силы организма, способствует быстрому принятию решений, смягчает сердце, развивает терпимость и сострадание. Недаром имбирю посвящены медицинские трактаты древности и научные исследования современности. За него сражались насмерть пираты и морские торговцы. Корень имбиря использовали даже в качестве денежной единицы, измеряя его количеством все прочие товары. На протяжении веков мир менялся, рушились и возникали империи. В последние столетия рацион питания человечества изменился до неусноваемости. А пряный имбирь все так же популярен и незаменим, как и три тысячи лет назад. Впечатляет? Тогда приглашаю вас познакомиться с этим уникальным растением, приобретающим все большую популярность в нашей стране, узнать рецепты употребления имбиря при различных заболеваниях и в кулинарии, и удивиться богатой истории и долгому пути, который прошел этот невзрачный на вид корешок, завоевавший весь мир. Имбирь в древности Родина имбири аптечного – зенгебер официналя – тяжелые и влажные тропические области Южной Азии. Уникальные особенности этого многолетнего травянистого вечно зеленого растения стали известны еще задолго до нашей эры, более трех тысячелетий назад, когда жители тропических районов Азии обратили внимание на его необычные вкусовые и лекарственные свойства. Удивительные возможности имбиря раскрылись для людей не сразу, и по большей части случайно. Дикий имбирь не очень красив, и про многочисленные свойства его подземной части еще надо было догадаться. Археологические находки в гробницах династии Хань в Северном Китае, относящиеся ко II веку до нашей эры, свидетельствуют об использовании имбиря. В захоронениях найдены мешочки с остатками сухого порошка, молотого корня, которые клали умершим для путешествия в мир иной. Считалось, что имбирь отпугивает злых духов, которые могут похитить душу умершего человека по дороге в лучший мир. Поэтому имбирем натирали ступни и ладони, дабы не прилипала к ним земная скверна. Также известно, что возле умершего в первую ночь всегда стояли аромокурительницы, в которые нужно было регулярно подбрасывать щепотки сухого корня имбиря. В XVIII столетии до Рождества Христова при династии Шэнг имбирь был в большом почете. О нем упоминается в трактате, называемом в поисках корня вкусов Seeking Theroth of Suppers. Слово «сапор» обозначает то, что придает вкус или аромат. В духовных обрядах Востока имбирь был особо почитаемым растением. Считалось, что его употребление очищало тело и подготавливало его к общению с богами и предками, а также гарантировало семейным парам зачатия ребенка мужского пола. Некоторые религиозные секты в Древнем Китае не употребляли никаких других специй, поскольку они могли осквернить тело. Конфуций восхвалял достоинство имбиря и считал его настолько важным, что для имбиря делалось исключение даже на период голодания. В Индии и Китае имбирь использовался в качестве специй и лекарства с незапамятных времен. Его считали способным сохранять молодость, укреплять силы, согревать и лечить от простуды. С давних времен было известно свойство имбиря избавлять от приступов тошноты. Известно, что китайские моряки всегда брали с собой в плавание корни имбиря и жевали, чтобы меньше страдать от морской болезни, если корабль попадал в шторм. По сей день во многих китайских провинциях сельские жители приколачивают имбирный корень кусок высушенного корневища над входом в дом, так как считается, что он способен поглощать злые мысли, отгонять духов и таким образом защищать новорожденных детей. А в Древнем Китае существовал обычай на Новый год преподносить в подарок горшочек с засахаренным имбирем на счастье. Ученые мужи Древнего Китая и Индии посвящали этому растению свои трактаты и отмечали его уникальные гастрономические и целебные достоинства. Он также упоминается в самом известном священном индийском эпосе «Рамайне», одном из важнейших памятников древней индийской литературы в качестве благословенного богами растения. Заметим, что Рамайна оказала огромное влияние на искусство и культуру всей Юго-Восточной Азии. Особую популярность Рамайна приобрела, начиная с VIII века. В настоящее время Рамайна переведена на большинство современных индийских языков, а положения, которые сформулированы в ней, до сих пор считаются непререкаемыми для большинства жителей региона. Именно в Северной Индии имбирь впервые начали культивировать, и вскоре необычным растением заинтересовались торговавшие в тех краях арабские купцы. Изначально плотные корневища причудливой формы они использовали только в качестве денежной единицы. Однако вполне естественно, что вскоре большинство путешественников пристрастились ко вкусу этого зажигательного корня. Разумеется, позволить это себе могли только очень богатые люди. Историки отмечают, что одно время среди торговцев возникла прямо-таки зависимость от жгучего корня. На имбирь играли в кости и другие азартные игры. Кое-кто проигрывал целые состояния, ведь мешочком имбиря можно было расплатиться за любой товар. Конечно, в скором времени финикийцы начали завозить имбирь в страны Средиземноморья, уже в качестве дорогостоящей приправы. И вот, наконец, растение дитя тропиков достигло величественной Александрии, которая радушно встретила заморскую диковинку. А после долгое время оставалось одним из крупнейших центров по импорту этой пряности. На Востоке оценили не только лекарственные свойства имбиря. Было замечено, что растение обладает свойствами афродизиака, может вызывать и усиливать половое влечение, обладает свойствами раскрепощать разуму фантазию и дарит особые любовные наслаждения. В магических книгах и фольклорных традициях Индии имбирь упоминался в рецептах при создании любовных напитков и ассоциировался с деньгами, успехом и властью. Открытие оказалось настолько приятным, что китайские целители дали растению название, которое в переводе с китайского звучит как «мужественность». В Японии до сих пор существует традиция подавать это блюдо в день праздника мужественности в качестве средства, пробуждающего тело и душу. Имбирный корень в качестве пряности, разжигающей страсть и желание, упоминается в арабских сказках «Тысячи одной ночи». Арабская поговорка гласит «Имбирь сначала поджигает, а потом гасит». Имеется в виду, что первое ощущение от вкуса имбиря жгучее, а затем освежающее. Может быть, именно эта вкусовая разница делает наш разум светлее? А уже ближе к XIX веку лекари создали так называемые гаремные леденцы на основе имбиря. Делалось это так. Имбирный корень, нашинкованный очень тонко, практически прозрачный, обваливали в тростниковом сахаре или меду. Гаремные леденцы были широко известны и экспортировались во многие страны. В частности, известно, что их в течение нескольких столетий специально привозили в турецкие гаремы, вплоть до закрытия последнего из них в 1909 году после отречения от престола Абдул-Хамида II.